Всем привет! Продолжаем изучать картины, былины, мифы. Баян, древнерусский певец, исказитель, песнотворец, персонаж слова о полку игры и задовничины. Русской поэзии использовалась как именно рицательное для обозначения славянского бродячего певца. Я пользуюсь википедией. По одной из версий слово баян или баян для этих формы употребляется безразлично. Одно и то же лицо называют то баян, то баян. Хорошо известно у всех славян. У русских, болгар, сербов, поляков, чехов. Происходит от старославянского, означавшего с одной стороны ворожить, заговаривать, с другой баснословить. В арабском языке слово баян означает разъяснение, объяснение, пояснение. Имя баян является очень распространенным и у южнославянских народов, особенно у сербов, болгар, македонцев, черногорцев. Имя баян напоминается в слову о полку игры семь раз. Согласно наиболее распространенной современной науке точки зрения, баян историческое лицо – придворный певец русских князей XI века. По характеру творчества баян, скорее всего, напоминает скандинавских скальдов, сочиняя в честь конкретных князей песни хвалы или песни хулы. Баян был автором и исполнителем своих песен, аккомпанируя себя на струнном инструменте, вроде гусель. В XIX веке существовала точка зрения, согласно которой баян, обобщенное имя певца, выдвигалось также гипотезой о его болгарском происхождении. В русской литературе XIX века имя баян стало нарицательным именем древнерусского певца – гусляра, причем часто неверно записывалось как баян, а слово баять. В таком варианте оно стало звучать в конце XIX века и имело имя производителя аккордеонов. И в конце концов нарицательным именем музыкальных инструментов баяна. В XX веке баян становится персонажем произведения поэта Виктора Сосноры – песни баяна. Вот так вкратце о баяне – древнерусском певце, сказателе, сказителе, песнотворце, персонаже, словополку Игоре. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok